Вот он на связи, да, друзья, вы не ошиблись, это битва за Джоанозис в новом шутере, если помните, я делал на него обзор, конечно, поддержите эту идею своим лайком и комментарием, а мы давайте начнём, конечно, подпишитесь на канал, не забывайте об этом, ну, скажем, возродимся и здесь, я хочу вас удивить, но эта карта почти точная копия игры Battlefront 2 2005 года, давайте мы на неё с вами взглянем. Мне часто задают вопрос, а где ты, Отто, покупаешь видеоигры? Отвечаю на zakazaka.com, все видео о легендарных игр по Звёздным Войнам, которые вы видели ранее, я купил именно на zakazaka.com, ну, скажем, Звёздные Войны Battlefront, как новый, так и старый, Звёздные Войны Empire, Empire, Republic Commando и всё остальное продаётся на этом сайте, ну, согласитесь, по смешным ценам. Ну и не только игры по Звёздным Войнам вы можете покупать на zakazaka.com, более подробно смотрите по всем ссылкам в описании, а, кстати, также в описании будет ссылкой на наш телеграм-канал, где помимо того, что мы будем оповещать вас о больших скидках на игры, вас ожидает новости, эстетика, размышления, анонсы и многое другое о вселенной Звёздных Войн и связанное с моим каналом. А теперь желаю вам приятного просмотра. Пошли уже наши братья по оружию вперёд, да и генетические братья, что тут говорить, началась, началась мясорубка, посмотрите на это побоище, повсюду выстрелы звучат. Слушайте, везде грохот, везде взрывы, поразительно. На самое настоящее погружение в атмосферу вселенной Звёздных Войн, согласитесь, такое редко довольно встретить. Кто-то вооружён гранатомётом, кто-то обычным оружием, ну и мы, конечно, тоже стреляемся, просто посмотрите на это. Дружище, давай вперёд, освобождать, конечно, наша доблестная Великая Армия Республики будет освобождать несчастных жоаназийцев от гнёта сепаратистской армии дроидов, военчины дроидовские, если так можно выразиться. Кстати, друзья, информация об этой игре, все они данные, как установить, где найти, будет в описании, на моей страничке Буси. Если вы подпишетесь, всё узнаете и будете наслаждаться игрой тоже, а давайте мы пока с вами, тем временем, будем отстреливаться здесь. Я где-то видел дроида! Да, ну слушайте, это вам не какая-то там Call of Duty, где вы будете постоянно жить, это Ravenfield Star Wars, понимаете? Тут вам, у вас нет 10 жизней, нет, 10 жизней-то у вас есть, я имею в виду буквально 2-3 выстрела, и вы, к сожалению, вы больше не солдат, да. Так, давайте возьмём TX-130, я смотрю, он в критическом... Вы шутите? Я только, я только появился и уже меня уничтожили. Ладно, давайте появимся здесь, чуть-чуть поближе к конфронтации, к месту боя. Я смотрю, здесь уже был погибший клон от ATE. Да, везде мои погибшие братья, давайте будем продвигаться чуть-чуть вперёд. Уничтоженные дроиды. Так, будем держаться вместе с нашими парнями, потому что в одиночку в данной игре, конечно, тяжеловато. Ага, они засели некоторые там, давайте будем вести огонь. Я, правда, не вижу противника, но раз они стреляют, значит, где-то там он. Так, дроидов вроде тут нет, будем продвигаться и вперёд. Да вы знаете, это такая игра, не знаешь, где встретишь противника. То ли слева, то ли справа, то ли сзади. Меня вроде прикрывают, будем идти в шторм. Ух ты! Да, чуть-чуть напряжённая ситуация была. Предлагаю взять гранату. Вон они, получи! Так, гранату бросил. Да, убил нескольких. Ещё вторая пошла. Так, там ТЭК-130 подъехал, надеюсь, не раню его. Ребята, пошли в шторм, давайте поддержим наших. Смотрю, тут слева идут, погибают. На карте, да, вроде идут. Идут за нами парни в шторм. Слушайте, но, к сожалению, было очень много дроидов. Тут, по-моему, была безвыходная ситуация. Я, к сожалению, делал всё, что мог. Но, тем не менее, мы снова в бою. Давайте, что ли, приберёмся. Пытаемся их уничтожить. К сожалению, от этой я сейчас сорванёт. И меня снова уничтожает вражеский танк. Но, вы знаете, к сожалению, да. Игра такая, что надо думать головой и смотреть, где будет лучше. Давайте, пожалуй, возьмём снайперскую винтовку. Я думаю, вот и она. Появимся где-нибудь здесь на высоте. И будем уничтожать дроидов оттуда чуть-чуть побезопаснее. Всё-таки, чтобы было. Так, давайте посмотрим, что представляет из себя данная позиция. Дроидов я пока не вижу. Надеюсь, что по нам... Молодец. А, это, к сожалению, по нашим. Не молодец тогда. В таком случае, наших парней там... Над нашими парнями там надругиваются. Но будем уничтожать дроидов отсюда. Вон, я смотрю, они там. Да, почти попал. Ну, как почти. Так, слушайте. Кажется, снайпер это не моё. Да, я даже не могу уничтожить этого несчастного глупца. Да стой ты на месте! Ты меня позоришь перед зрителями. Хорошо, ладно. Не хотел дроид мне подыграть. Да, давайте тогда заляжем. Подползём вот сюда и посмотрим, что из этого выйдет. Вон, вон они. Так, нет. Тебя я должен уничтожить. О! Вы видели? Я попал! Я попал! Так, тем временем идёт штурмовая группа. Вот по ним я не могу попал. А, всё-таки уничтожил. Арчер мой первый уничтоженный дроид. Так, его ликвидировали. Они прячутся все там. Я понял, я их раскрыл. Пицца, мой второй дроид. Да, какой у него позывной. К сожалению, штурмовую группу почти всю ликвидировали. Неплохо. Молодцы справляются. Так. По мне, кто-то открыл там огонь справа вроде. Или мне показалось? Видимо, показалось. А они, наверное, ещё там. Штурмовая группа продвигается. Мне, к сожалению, отлично уничтожил третьего дроида. Довольно неплохо всё идёт. Но, к сожалению, штурмовая группа была ликвидирована. Ладно, давайте сами станем штурмовиками и пойдём вперёд. И, к сожалению, меня в таком полёте уничтожил детектив. Слушайте, у этих дроидов довольно любопытные имена. Детектив, пицца. А что дальше? Боюсь представить на самом деле. Так. Я смею предположить, что, скорее всего, да, снова пошли в наступление. Давайте присоединимся к нашим братьям. Но, тем не менее, пока мы побеждаем. Вы можете заметить по счёту. Ох ты, меня ранили. И меня... Нет, я вроде должен встать. Да. Нет, меня Солп убил. Некий Солп. Ну, ладно. Я думаю, нам надо поменять с вами тактику. Давайте возьмём Z6 бластер, канон вип. И возьмём что-нибудь интересное отсюда. Но, допустим... Интересно, а здесь есть какой-нибудь или нет гранатомёт? Пока я его не вижу. К сожалению, гранатомёта я не наблюдаю. Поэтому, ну, будем с тем же тогда вот этим бластером. Пошли вперёд. Так, это ТТЕ, кстати, на подмоге. Я думаю, сейчас возьму Z6 и пойду тоже поддержу штурмовиков. Кстати, у них остались последние три точки. И, в принципе, на этом мы победили. Я не пойму. Нет, вроде там дроиды. Да, там вроде дроиды были. Это дроиды. Слушайте, как быстро они меня убивают. Это какой-то ужас. Давайте пока подлечимся. Так, давай бакту бросай. Так, давай бакту, бакту. Почему бакты не используются? Всё бакты использовалось. Чудесно. Вроде дроидов здесь всех ликвидировали. Вон они. Их полно. Слушайте, дроидов тут полно, конечно. Ух ты! Да, в одиночку против дроидов трудновато. А ТТЕ, конечно, с ними разбирается довольно легко. Но я-то не от ТТЕ. Я простой вояка. Кстати, довольно неплохую позицию занял танк. Шагоход. Давайте мы сядем на шагоход. И... Так, вы что, меня не хотите пускать? Нет, всё-таки пустили. Давайте выберем пушку. И будем поддерживать нашу пехоту. Вроде там никого нет. Ликвидируем заранее ААТ. ААТ мы ликвидировали. Чудесно. Вон. Давай, перезаряжайся скорее. Перезаряжайся. Ну же. Отлично. Так, он куда-то пошёл. Ребят, вы куда? Это вы куда собрались? Ну ладно, штурмовая группа заходит. Видимо, штурм удался успешно. Молодцы. Так и будем действовать. Слушайте, но, по-моему, мы... Совершенно очевидно побеждаем дроидов. Там наша штурмовая группа зашла. И вроде сейчас начнёт захват. Мы тут на ТТЕ выдвигаемся. Да, мы захватили эту точку. Ну, пока что она нейтральна. Но, тем не менее, мы близки к захвату. Ага, ААТ тут поехал. Но ничего, сейчас мы его ликвидируем. Прекрасно. Мы это и сделали. Мы его уничтожили. Замечательно. Экипаж не вылез, был ликвидирован. Слушайте, мы захватили эту точку. И уже появился АТТЕ. Так, продолжаем атаку. Продолжаем идти вперёд. Ну, ладно, парни, дальше вы без меня сами. А я пойду зарабатывать, что называется, славу в бою. Надеюсь, меня не ликвидируют. Откроем подавляющий огонь. Огонь на подавление, чтобы они даже не смели поднять свою железную голову. У них осталась одна точка. Я думаю, что это будет сокрушительная победа. Зажали их огнём. Они даже, смотрите, не могут. Так, я ухожу на перезарядку, парни, прикрывайте. Так, надо отойти в укрытие. Чудесно. Вроде меня не убили. Так, надо чуть-чуть прийти в себя. Отлично, парни, держимся, держимся. Мы не можем погибнуть. Почти победили всё-таки. Вперёд. Так, идём. Вроде никого нет, но гранату кинуть... Стоит! Чёрт! А что ж, граната не бросается. Вперёд! Отлично. Они потеряли батальон. Кидаем ещё одну гранату и будем штурмовать, я думаю. Так, чё, вперёд, на штурм, на штурм. Вперёд, вперёд, парни. Слушайте, да, вроде штурмуем. И мы практически победили. Молодцы, ребят. Так, здесь к нам подходит подкрепление. Хух, как спокойно и тихо. Слушайте, но... Вот так выглядит поле битвы. В заключении хочу сказать, друзья, что все ссылки на эту игру, инструкцию на страницу Boosty, где вы можете меня поддержать и начать играть. А в этот шутер будут в описании. Спасибо вам большое за просмотр. Ну, а мы с братьями одержали сокрушительную победу. Ну, а это конец видео. Обязательно подпишись и поставь лайк. С тобой был Ото. Ещё увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok